Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней беседы нерадостная, но, к сожалению, злободневная самоубийством. Отец Дмитрий, все чаще с экранов телевизоров мы слышим в новостях о том, что в том или ином городе произошел случай суицида. И наш город, к сожалению, не исключение. Буквально несколько месяцев назад молодой человек покончил жизнь самоубийством. И чаще всего к такому решению проблем прибегают молодые люди. У них, если можно так сказать, среди подростков и молодежи стало модным решать проблемы свои. И они всегда такие уж и проблемы. Это просто может быть неправильно поставленная оценка в школе, непонимание со стороны учителей или родителей. И они кончают жизнь самоубийством. Отчего такая легкость ухода из жизни? Причина вот этой трагедии, всех этих трагедий одна – безмерное самолюбие. Дело в том, что общество тоже помогает молодым людям современности. Вот такие шаги делают. Люди стали инфальтивные. Они очень набалованы. Они очень самолюблены. Они живут своими чувствами и переживаниями. Вот, собственно, от этих неправильной, мне кажется, расстановку неких приоритетов начинает уже расставлять школа, портфолио. Это же бесконечный парад тщеславия. Покажи, какой ты классный. Покажи, какой ты крутой. Покажи, сколько у тебя грамот. Насколько ты лучше. Этот мир успешных людей. Выживают сильнейшие. А в этом мире сильнейших нужна бесконечная, безграничная самореклама. Попробуйте то же самое определенное портфолио написать на работу. Там нужно так расхвалить себя, насколько ты умен, ответственен, честен. Хотя ты, возможно, совершенно не такой, когда ты сам начинаешь определять себя. И нужно помнить, что большинство, к сожалению, в большинстве семей детей воспитывают матери. Как есть одна такая очень английская мудрость, которая говорит, что большинство женщин жалуются на других мужчин. Но забывайте, что тех самых мужчин воспитали те же самые женщины. Поэтому так как большинство семей у нас неполноценных, а в другой части отцы просто отстранились. И плюс нужно учитывать, что духовного воспитания в семьях практически вообще нет. То, соответственно, люди стали настолько просто жалостливыми к себе, что какие-то малейшие трудности они начинают воспринимать как некую катастрофу. Потому что самолюбие, любые трудности жизненные, оно начинает в такие рамки огромные выводить, что иногда и сам даже ужасаешься. То же самое с молодыми людьми. Случилась проблема, я не знаю, как мне с этим жить. Там разговоры о себе. Я, 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 я. Даже люди, когда говорят о любви, они говорят о себе. Я его люблю, я без него не могу, я хочу с ним быть. Я да я, а он, а их чувства, а их переживания. И плюс никто о другом вообще не думает. Разве самоубийца думает о его близких, которые остаются жить? Вот в случае с самоубийцами, может быть, кто-то со мной не согласится, кто-то посчитает меня жестоким человеком. Но мне их намного меньше жаль, чем тех, кто остается жить. Вот он заканчивает жить самоубийством, а его матери просыпаться каждое утро и засыпать каждый вечер. И смотреть, как его ровесники растут, как они, например, создают семьи, как они водят за руку своих детей по улицам. А ей ходить каждый год на могилу к нему в день его памяти. От этого же с ума можно сойти. Самоубийца бесконечно, безгранично в себя самовлюблен. Любое самоубийство происходит только от самолюбия. Но с исключением там определенных случаев, там военных обстоятельств и так далее, там подобное. Или когда, например, человека довелись до самоубийства с помощью психологического давления. Но это уже не совсем самоубийца. А вот те, которые там трудности, ой, меня девушка бросила, я жить без нее не могу, да сможешь. Что значит не сможешь? На ее место еще 2 миллиона. Что значит не могу? Если тебе кажется, что ты не можешь сейчас, ну терпи, возьми себя в руки. А это говорит о том, что люди-то неверующие. Потому что вера рождает в человеке мужественность. Он научается терпеть. Когда человек думает о чужой боли, ему не до своей. Когда он думает только о своей боли, ему не до кого дела. Нет. И вот это основная причина. Есть еще такая категория молодых людей, которые в погоне с какими-то новыми ощущениями или за просто удачным селфи рискуют жизнью. Даже они не задумываются о последствиях своего поступка. Они вот идут, это и делают. И чаще всего происходит так, что просто они умирают. Вот почему такая молодежь сейчас или всегда были такие молодые люди, которые не задумывались о последствиях своей жизни? Просто наш мир, он для некоторых страстей человеческих, которые в нем живут, дал очень хорошую базу для развития. Вот где раньше человек мог, например, увидеть разврат? Почти нигде. Им нужно было искать какие-то журналы. То есть ему нужно было для этого особо стараться. А сейчас человек этого не ищет. Ему достаточно включить интернет, ему залезет какая-нибудь вирусная программа. Я думаю, что все пользователи интернета это видели. Или даже если и не вирусная программа, ему вообще не надо трудиться. Один клик его отделяет от разврата, который он может увидеть. Один клик его отделяет от того, как сделать наркотики. Или как наслушаться вот эти все бредни про самоубийство и про бренность жизни. Видимо, эти люди мало работают, раз они думают о самоубийстве постоянно. И вот в современном мире, кстати, страсти тщеславия, желанию прославиться, вот как раз такие возможности и даны. Потому что все вот эти люди, как называемые селферы, все они страдают только от одного – от тщеславия, от жажды популярности, власти. Сейчас же люди, например, в интернете начинают соревноваться, собирать лайки, так называемые. То есть лайк мне нравится, но почему-то вот это английское слово, оно у нас установилось. И когда, сколько тебе поставили там сердечек, скольким людям понравилось. Вот представляете, если бы человек вот взял фотографию себя, своих детей, я на природе, ходил по улице, вот выйдет пусть на улицу, ну, например, на нашу площадь в день города, будет ходить, давать свои фотографии незнакомым людям. Говорят, вам нравится? Вам нравится? А вам нравится? Такого человека в психушку отвезут. А интернет человеку, кстати, дает такие возможности, вот выкладывай, вот смотри, вот то, что я делаю. Все-таки мне кажется, социальные сети, если уж использовать, то вот с какой-то определенной целью. Вот мне они нужны, чтобы проповедовать Христа. Вот эта цель стоит, и она мной по мере возможности начинает реализовываться, показывать, что мы, например, христиане живые, что наша христианская община живая, что у нее там богатая и насыщенная жизнь, что есть альтернатива наркотикам, разврату бесконечному, что вот есть люди, масса, огромное количество молодых людей, для которых, например, семейные ценности в жизни, помимо Бога, основные. Самоубийство, с точки зрения христианства, считается одним из самых страшных грехов. А, в принципе, почему? Ведь человек убивает сам себя. Или, к примеру, бывают такие случаи, когда человек не ради самовлюбленности кончает жизнь самоубийством, например, он тяжело болен, он не может просто бороться с этой болезнью, узнает, что все равно исход у него один. Или, например, человек потерял всю семью и не видит продолжения своей жизни дальше. Эти люди тоже считают, ну, да, они, конечно, они кончают жизнь самоубийством, но, наверное, все-таки они попадают под другую категорию людей. Они попадают под категорию атеистов. Потому что все вот такие рассуждения, что человек потерял семью и не видит дальнейшего смысла жизни, или человек заболел и понимает, что выход у него один, не хочет страдания. Каких-то он, кстати, делает от самолюбия, потому что страдания не хочет, и они его боятся. Все эти люди не верят в Бога. Потому что если мы вносим понимание промысла Божия, а промысел Божий имеет своей целью и задачей спасения человека, ведь болезнь человеку для чего, например, дана? Чтобы он приобрел какие-то плоды. И трагедии жизненные с нами совершаются именно для того, чтобы мы приобретали какие-то духовные плоды. Если, конечно, человек все свое земное счастье обосновал только на земле, и для него есть определенный набор житейского счастья, которому он должен следовать, когда что-то из этого рушится, он не увидит смысла в жизни? Ну, тогда да. Тогда я понимаю, почему эти люди делают. Но это все равно тяжелейший грех, потому что ты же не своей волей себя привел в этот мир. Значит, не своей волей тебе и уходить. Так что задача христианской жизни, она одна, и Бог перед нами ее поставил. Это святость. То есть каждый из людей, каждый, я, вы, наши с вами дети, если даст Бог внуки, дети и внуки всех людей, рождаются только для одного. Эта цель выражена одним словом – святость. А Боже нет. Они должны стать, и мы должны стать святыми настолько, насколько это возможно для нас – достигнуть своей меры, возраста совершенно, как говорит апостол Павел. И вот все жизненные трудности, скорби, обстоятельства, они как раз преследуют именно такой цель – достижение Небесного Царства. Поэтому с христианской точки зрения все обстоятельства и события начинают казаться совершенно другими. А почему раньше самоубийцы хоронили за оградой кладбища? Потому что их не отпевали. И почему самоубийцы не отпевают? Самоубийцы не отпевают просто потому, что это бесполезно. Потому что Господь о них суд уже вынес. Человек совершает один из страшнейших грехов – убийство, и в нем не может покаяться. Потому что убийство уже совершено. А раз он это совершил, то, соответственно, любого поминовения он лишается. Что такое отпевание? Отпевание – это, по сути, маленькая канонизация. Когда мы поем в церкви со святыми упокой, то есть причти его в лик святых. Тут стоит вопрос – а за что? Потому что человек наложил на себя руки за то, что человек поддался унынию, которая его окончательно съела. То есть за то, что дьявол его победил, хоронили их за оградой кладбищ, что подчеркнули – это не христианин. Их хоронили без какого-то погребения. И что самое важное – это погребение несло еще и воспитательный момент. Часто вот человека может остановить только это, когда он посмотрит, посмотрев на себя. «Нет, я этого делать не буду», как один священник рассказывал о такой случае, что он был армейским священником, у него были очень хорошие отношения с офицерами, и один из офицеров застрелился. И когда пришли его сослужить, сказали, «Вот, батюшка, нужно отпеть». Он отпевать отказался, потому что это самоубийца. Все на него обиделись, обиделись так, что перестали с ним общаться, к нему в храм ходить. Ему пришлось уж честь и даже уехать. А вот через несколько лет его встретил другой офицер из этой же части, сказал, «Знаешь, а ты ведь мне жизнь спас». Он говорит, «Как спас?» Он говорит, «А так, вот у меня через несколько лет была такая же ситуация, что я уже хотел стреляться. А подумал, так ведь и меня отпевать не будут». «Нет». Он подумал, «Я так не хочу». И здесь человек смотрел, вот посмотри, вот там, когда люди приходили на кладбище или с детьми, там спрашивали, «А кто это?» А вот это те, кто совершил такой страшный грех. И уже в сознании ребенка созначально закладывалось, «Я так не хочу». Чтобы меня похоронили, как некое животное, закопали там где-то, и все мхом поросло, на них, так что ни крестов, ничего не ставили. Их раньше вообще просто предполагалось выкапывать яму, самоубийца туда скидывать и заравнивать, чтобы и место стиралось, ну вот как макушку хоронил. Это был очень-очень хороший урок для остальных. Это один из самых страшнейших грехов, и не дай Бог, чтобы он совершался. А что ждет самоубийц в загробном мире? И правда ли, что совершив самоубийство, ты обрекаешь себя на вечные муки? Если нет никаких смягчающих обстоятельств, то все. А смягчающие обстоятельства – это, например, болезнь. Только болезнь, например, ума. Когда ты психически нездоров. То есть человек не отдавал себе отчет, что он делает. И поэтому никакого отпевания нет. И поэтому то, что наследует самоубийство, это вечное, бесконечное, сжирающее и уничтожающее их уныние. Потому что любой самоубийца думает, что вот в моей жизни страшнейшее переживание, трагедия, вот я сейчас сделаю, и все, свобода. И больше переживаний не будет. И вот тут-то дьявол их и обманывает. Потому что как только они это совершают, вот то состояние ужасающей унынии и тоски, которое в них было в момент самоубийства, оно увеличивается многократно. Начинает сдавливать и будет только расти. И оно никогда не завершится. И это вот действительно по-настоящему очень страшно. Потому что любой человек, христианин, подчас плохо живущий, умирающий, у него есть все равно надежда на молитву родственников. Что по их молитвам Бог облегчит их участь. А вот у самоубийц, если у них нет смягчающих обстоятельств, никакой надежды нет. Но повторюсь, например, человек, который жертвует собой в армии, он, например, не самоубийца. Он герой. Тот, например, бросается и закрывает своим телом гранату. Или летчики, которые шли просто в лобовую атаку. Понимая, что погибнуть сами, это ясно. Это не самоубийца. Самоубийца – это тот человек, кто в каких-то определенных обстоятельствах, будучи в трезвом уме, прекрасно все осознавая и понимая, швырнул Богу свою жизнь. Сказал, на, забери, она мне не нужна. Все тут плохо, все тут несправедливо, я так жить не хочу, все плохие, а я вот такой один хороший, поэтому мне тут делать совершенно нечего. Такой человек, да, совершает нечто страшное. А вот еще такие люди, которые, в принципе, на самоубийство, может быть, и не способны, но очень часто ноют о том, что вот, скорее бы, меня там Бог забрал, еще что-то. Чаще всего это пожилые люди бывают. Это является грехом или нет? Это грех. Ну, это, конечно, не самоубийство, но это грех. Это ропот на Бога. Потому что, когда человек привыкает жить ради себя самого, когда он не смотрит на свою жизнь из перспективы Евангелия, тогда все такие явления в нем просто очевидны. Когда же он смотрит с другой точки зрения, проверяет себя через Евангелие, тогда он на все обстоятельства своей жизни смотрит по-другому. Он везде пытается почерпнуть для себя духовную пользу. Вот как, например, с болью. Одного трагедия выводит на высоту, которая для него была недопустима, недостижима до этого момента, а другой приходит в худшее состояние. И именно это зависит от самого человека. То есть тебе дается такое лекарство, да, подчас горькое, да, подчас ужасающее, которое ты пить не хочешь. Ну, есть два варианта. В лучшую сторону, в худшую. А ты уже решаешь сам, в какую сторону тебе пойти. Какой бы ни был человек при жизни, как бы он не ушел из жизни, все равно близким родственникам и родным хочется, чтобы его душе было спокойно. Так вот, можно отмолить грех самоубийцы другим людям, матери, там, отцу кому-то или просто близким людям? И как молиться за них? И можно ли за них молиться? Вот в церковной практике правящие епископы обладают правом суда. Поэтому при епископе находится специально особая каноническая комиссия, которая видит, вот церковь, опять, она даже всех самоубийц, она не выстраивает под одну планку. Поэтому одних вообще даже разрешают отпевать. Других, там, более, там, мягкие, тяжелые снисхождения, разрешают отпевать, но не молиться в дальнейшем. Это в зависимости от тяжести вины. Поэтому, но в любом случае, окончательный суд мы отдаем Богу. Потому что Он есть судья, и Он выносит суд о другом человеке. Но и церкови Господь вручил тоже ключи Небесного Царства. Он ей тоже дал такое право суда. И вот поэтому, кстати, надежда какая-то у родственников, она есть определенная. И если церковь им позволяет молиться, то они молятся, совершают, например, читают те же самые молитвы, что читают и другие христиане. Но опять же, в каждом случае ситуация раздельна. И вот все же стоит различать, например, мне кажется, человека, который, например, в 30-40 лет сознательно от того, что он приелся жизни, приелся развратом, что-то делает, и, например, 16-летнего мальчишка, который с девчонкой поругался, ничего не хотел, с девчонкой поругался, побежал и повесился. Ну, это разное самоубийство. У второго ума нет. Ума нет, и плюс, может быть, родители внимания не обращали. И Господь будет тоже различно смотреть на всех них. Но для других людей, для них тоже нужен очень важный пример. Поэтому для назидания, в том числе, и других людей, вот такая практика молитв в церкви в отношении самоубийства достаточно жесткая. И это правильно, чтобы других сохранять от тех трагедий, которые просто не поправим. Потому что, как бы то ни было, любой грех можно поправить. Любая женщина, совершившая аборт, может искренне раскаяться пред Богом и получить у него прощение в этом тяжком грехе. Любой человек, изменивший и предавший свою вторую половину, может искренне раскаяться в этой страшной ошибке и получить прощение, и больше этого не делать. Любой вор может вернуть наворованное, стать честным человеком, а получить от Бога венцы правды. А у самоубийцы такой возможности нет. Ничего не вернуть. Ты ушел в состоянии страшнейшего греха, и никакой возможности исправить это нет. Ну и в завершении нашей сегодняшней беседы вам вопрос, как к отцу троих детей, как к священнику, как правильно воспитать ребенка, чтобы у него даже не зарождались мысли о самоубийстве, и он всегда находил какие-то легкие выходы из любых ситуаций. Я думаю, мысли о самоубийстве рождаются в голове любого человека, вообще любого, в разные этапы жизни, и часто они не от нас совершенно зависят, потому что они к нам приходят извне, от нашего врага. Вопрос в том, как мы реагируем на эти мысли. Отбрасывали мы их сразу, либо нам эта мысль нравится. Но чтобы такового не возникло никогда, или человек преодолевал вот эти искушения, эти испытания, можно сказать, современным русским языком, выход один – дать человеку Христа с самого детства, научить его вере. Вот с одной стороны верующие люди такие же, а вот с другой стороны, ну совсем не такие же. Они ну совсем по-другому на все вещи смотрят, и совсем по-другому все вещи оценивают. Если все же воспитывать ребенка в вере, он приобретет мужественность. Потому что хотят родители? Все родители зачастую совершают главную ошибку. Они хотят, чтобы их дети были нравственными, но без Бога. Чтобы ребенок там, он в храм может и не ходить, но чтобы меня при этом он почитал, меня уважал и меня любил. Чтобы он там Евангелие никогда и в руки не брал, что такое молитвы никогда не знал, но почему-то при этом он должен не врать. Чтобы он никаким христианином, по сути, и не являлся, разве что по крещению, но при этом, чтобы своей жене не изменял. Это невозможно. Потому что грех – это не юридический поступок, это болезнь, это вирус, который проникает в душу человека и поражает его. От того, что мы сами понимаем, что болеть гриппом плохо, мы же им болеем. Никто из людей не хочет болеть раком, но болеют и умирают от него. То же самое и с грехом человека. Поэтому единственный вариант – это приложить все усилия для того, чтобы научить ребенка вере. А научить вере можно только одним способом – живя по ней самому. Если сам ты этого не делаешь, а ребенка к чему-то принуждаешь, плодов не будет. И тем более достаточно посмотреть на наш мир и сравнить с миром древним. Посмотреть, наш мир перестал рождать ученых, великих поэтов, романтиков. У нас нет просто. У нас нет писателей значительных, которые бы ими потом осталось бы в истории. Все это у нас уничтожено давно. А все те люди, которые создавали при нашем государстве, они были все сознательными, верующими людьми. Князь Владимир, например, Александр Невский, Даниил Московский, Кутузов, например, адмирал Федор Ушаков. Все эти глубоко религиозные духовные люди, живущие с... Адмирал Федор Ушаков приехал только к себе на родину и постоянно ходил в храм. Постоянно исповедовался, великим постом даже жил при храме. И это адмирал парусного флота, не проигравший ни одного сражения. А посмотреть на современных людей, они говорят, мне это не надо. Ну и какова ты жизнь? А чего ты достиг? Семью ты подчас создать не можешь. Семья твоя разваливается, в доме твоем непонимание, сам ты раздражен, озлоблен и зол на всех. Ты постоянно всем недоволен. Что ты вообще из себя-то можешь представить? Как некоторые люди сейчас говорят, а я считаю, что в храме должно быть... Вот кто ты такой, чтобы там что-то считать? Откуда ты вообще взялся? И главное, кому твое мнение, для кого оно авторитет-то? Кому твое мнение вообще интересно? И вот и получается, что человек, не живущий Богом современный, обмельчал, поэтому он чуть чего самоубийством заканчивает. Чуть какие-нибудь ссоры, неприятности в семье, скорее развод бросил и побежал. Чуть помоложе его или ее поманил, или побогаче, или еще какие-то критерии. Вот семья, пожалуйста, и рухнула. А в старости ты одинок, тебе никто не нравится, сам ты никому не нужен. И вот ты живешь свой век и догниваешь, но в лучшем случае с соседками сидишь и примиваешь кости всем, кого ты видишь, проходящих мимо. Что-то такая перспектива от меня, но никак не прельщает. Лучше уж я пойду за Христом, надеясь получить от Него Небесное Царство. Спасибо, Алексей Дмитрий, за интересный разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через две недели. Возможности не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин